В его гастрольном графике города Европы и Америки. Но когда предложили приехать в Тагил, пианист, лауреат международных конкурсов, Филипп Капачевский не смог отказать. Всё из-за женщины, верила Даршевченко, пианистки, которая играла самим Тосканине. Товарищеская встреча с солистом Московской филармонии открывает первый фестиваль вечеров его памяти. Родилась в Италии, жила во Франции. Любовь и замужество привели её в Россию. После ареста мужа долгие годы провела в ГУЛАГе, но смогла выжить и вернуться на профессиональную сцену. Некоторое время она жила в Тагиле, работала концертмейстером в драматическом театре и преподавала в детской музыкальной школе номер один. Это очень знаменательно для меня, что мы проводим фестиваль в памяти Веры Августовны, Вата Шевченко, потому что с ней, в общем, у меня тоже связано очень много воспоминаний, потому что я на первом её конкурсе. В памяти её выступал в 2006 году в Новосибирске, и вот тогда вдруг удалось победить. И с тех пор очень хорошо, что постоянно, в общем, вспоминаем, пропагандируем её творчество, потому что действительно незаурядный, удивительный музыкант. Удивительно и то, что среди слушателей Нижне-Тагильской филармонии оказалась женщина, которая вживую слышала игру Веры Латар Шевченко в музыкальной школе. Играли в четыре руки. За роялем была Вера Августовна, а за пианино Анна Ефимовна Конценталь. Ну, это и стены имели звук, и воздух имел звук, и все в мурашках были. Это был такой звук, мне кажется, что рояль ходил. Вот и вечер памяти решили сделать праздником фортепианной музыки. Звёздочка первого дня фестиваля стала юная Даша Петухова. В свои 11 она уже третий раз выступает на большой сцене. Первый концерт с оркестром сыграла в 6 лет. Участвовала во многих конкурсах летом, проходила мастер-классы в летней творческой школе у известной пианистки Екатерины Мечетиной. А в музыку пришла случайно. Ей тогда только 4 годика исполнилось. У меня мама, она занималась на фортепиано, и потом она сказала, что в детстве меня спросила, я ей кинула, поэтому запустила. Исполнила Даша Ноктюрн Шопена, рапсодию Кёлинга завершила бахом. Такой фестиваль в Тагиле хотели провести в прошлом году, но тогда и подограничения планы подпортили. В этом же исполняется 120 лет со дня рождения Веры Августовны. Громкую дату пропустить не могли. И так вот уже совпало, да, Нижнем Тагилу крайне повезло, что в Нижнем Тагиле были имена, которые, я считаю, осветили всю музыкальную жизнь, вот дальнейшую, вот нынешнюю музыкальную жизнь, своими действиями, своей работой здесь, в Нижнем Тагиле, в нашем городе. И поэтому, так как у Нижнегистского музея изобразительных искусств есть проект «Возвращенное имя», Нижнегистская филармония подхватила эту инициативу, и мы тоже решили пойти по этому пути. Малоизвестные факты биографии пианистки гости смогли узнать из документального фильма «Мы еще будем жить настоящей жизнью». А второй день фестиваля отгремел большим концертом. На одной сцене выступили Филипп Копачевский и оркестр Демидов-Камерата.